Всех приветствую на своем канале Алия Сладкоежка. Сегодня я буду готовить гречневую лапшу с оба. Сразу скажу, что я буду готовить на большую семью, поэтому беру много продуктов. Вы можете взять два раза меньше. Для приготовления этой лапши с овощами нам понадобится гречневая лапша с оба. Здесь в одной пачке 400 грамм. Общий получается 800 грамм. Вы можете взять в два раза меньше. Также куриное филе 800 грамм, болгарский перец, 2 морковки, соевый соус, перец, соль, также стручковая фасоль и шампиньоны, резанные и замороженные. Можете взять свежие. Итак, начнем приготовление. Нарезаем куриное филе вот такими полосочками, но я еще порежу их на более мелкие кусочки. Нарезали курицу и теперь замаринуем ее в соевом соусе. Сюда я добавила примерно 20 столовых ложек соевого соуса. Морковь и перец также нарезаем соломкой. В глубокой сковороде, в оке или как у меня казане, разогреваем растительное масло и сейчас будем обжаривать. На сильном огне быстро обжариваем морковь. Одновременно я вскипятила воду для варки лапши. Лапшу отваривайте согласно инструкции на упаковке. В данной лапше у меня написано 3 минуты варки, так что буду отваривать 3 минуты. Сейчас положим. Лапшу солим по вкусу и в воду я еще добавляю немного растительного масла, чтобы лапша потом не слипалась. Теперь к моркови добавили куриное филе с соевым соусом и обжариваем 3-4 минуты. Лапша отварилась и теперь ее отдаем прохладной водой. Далее добавляем стручковую фасоль и грибы и снова обжариваем 3-4 минуты. Далее выкладываем перец, все хорошенько перемешаем. И также варим несколько минуточек, жарим. Теперь выкладываем лапшу, солим, перчим по вкусу и прогреваем так лапшу всего лишь минутку. И все, наша лапша с овощами готова. Вот и готова наша гречневая лапша с овощами. Получается очень аппетитно. И курочка после замачивания в соевом соусе получается очень сочной и мягкой. Всем приятного аппетита! Пробуйте тоже приготовить такую лапшу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Алия Сладкоежка. И не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До встречи!